Итак, друзья, выгорели сильно стекла фар. Я не снимал, не показывал вам, но решил сегодня привести в порядок, а потом думаю, все-таки надо показать. Итак, друзья, шлифую их наждачной бумагой 600-ка, вот такая вот с водой, довожу до гладкого матового состояния, а потом будем делать химическую полировку. Пока вот мокрая она вот такая, ну а когда высохнет, станет где-то вот такой. Сейчас я, правда, не протер ее. Ну, в общем, вся матовая. После 600-ки мы пройдем по порядку, вот у нас 600-ка, значит, здесь тысячкой, потом 1500 и потом 2000, как положено по инструкции. Ну, а потом уже будем делать химическую полировку. Друзья, показываю вам не очень хороший пример. Не заклеил я кузов, но я стараюсь делать аккуратно. И здесь, в принципе, рабочая машина, я не сильно стараюсь все-таки себе. Ну, я вам рекомендую, конечно, вот здесь вот все скотчем малярным по краям пройти, заклеить, чтобы вот этих углов нигде не было. Потому что наждачкой вы можете их просто зацепить и повредить, а потом придется вам красить. Но я думаю, оно же вам не нужно, да? Итак, наш набор представляет собой кружку с подогревом. Здесь в прикуриватель можно вставлять, можно на аккумулятор накидывать. Мы будем сейчас накидывать вот эта крышечка, специальный носик такой, вот так одевается. Ну, и сама жидкость. Сейчас мы ее выльем в кружку и погнали. Наши фары, видите, матовые, уже готовые. Не знаю, как на улице себе покажет. Попробуем. Итак, друзья, вылил я эту жидкость, она синего цвета, интересно так. Надеваем, соответственно, теперь этот носик сюда, крышечку с носиком. Ну, и включаем. Подключил к аккумулятору. Она сейчас должна нагреваться и должна испаряться с носика эта жидкость. И она должна при попадании на стекло фары, соответственно, создавать глянец. Попробуем. Начинает подсчет нагреваться. Чувствую уже кружку рукой. Давайте попробуем. Близко поднесем. Смотрите, работает. Смотрите, работает. Не так быстро, главное. Я так понимаю, тут главная температура, чтобы была. Местами я не полностью снял лак, я так понял. Вот где я лак снял, там нормально все. А где не снял, там еще придется, наверное, шлифануть. Я делаю первый раз, поэтому не удивляйтесь, может быть, у меня не очень все хорошо получится. Я как-то более усиленно шлифовал именно вот в районе линзы. А края не так. Ну, сам факт, что это работает. И довольно-таки интересно работает. Надо снимать защитный слой полностью. Видимо, я плохо снял. Видно, как он кипит чуть-чуть так. Видите, там где хуже снято, там не полируется она. Тут выгоревшее было. Я шлифовал так довольно-таки интенсивно. Да, надо перешлифовывать. Еще дошлифовать вот эти слой защитный, снять. И заново все это сделать. Ну, по крайней мере, я вижу, что нужно делать. Ну что, давайте теперь эту фару еще. Ветер мешает. Сейчас ветер поднялся. Видите, здесь тоже защитный слой. Плохо снял. Надо его снимать. Плохо снял. Друзья мои, конечно, после всего вот этого вот, когда я все сделаю уже, она станет абсолютно прозрачная, фара. И я тогда обтяну, насколько смогу, полиуретановой пленкой защитной. И тогда будет все в порядке. Как видите, она работает. Это химическая полировка. Старайтесь не дотрагиваться до стекла. Вот этим вот носиком. Может оставить маленькую или заметную царапинку. Итак, друзья. Как видите, эффект превосходный. Единственное, что я чуть-чуть еще доработаю, это вот здесь вот помутнение. Это я плохо снял защитный слой лака. И не берет эта химия. И вот в этом месте, видите, вот тут помутнение. Здесь нужно чуть-чуть-чуть прошлифовать. У меня химия эта осталась. Я еще ее чуть-чуть доработаю. Но, в общем, друзья мои, я доволен. Все четко. Смотрите, какая фара. Вообще в идеале. Как новая. Ну, и так же и вторая. Вот эти царапины внутри. Я не знаю, кто это сделал. В общем, я когда разбирал, до меня уже там лазили. Вот так поцарапали. Но я уже ничего и внутри устранять не буду. Как видите, полировка все супер. Тоже вот здесь слюфануть чуть-чуть надо. Вот в этом месте. А так, по крайней мере, вот с такого расстояния вообще идеально. Что новая фара. Итак, друзья. Прополировал я полностью фару. И обтянул пленочкой. Вот эта пленка у нас полиуретановая. Заказывал на озоне. Защитный комфорт. В принципе, отличная пленка. Тянется хорошо. Нагревать ее не нужно. Ну, разве что только под краям чуть подсушивать. А так она натягивается вообще без проблем. Ну, вот так вот у меня получилось. На мой взгляд, идеально. Как для уже таких убитых стекол, как у меня были. Можно сказать, вообще четко идеально. Сейчас вторую покажу. Ну, вот и вторая. Вообще, практически идеально. Вот это, учитывать то, что вот здесь вот было выгоревшее, это все желтое было. Ну, представьте, смотрите, как. Сейчас все идеально практически, как новая фара. Так что, глаза боятся, руки делают. Вот так вот. Это все желтое.